Мы 60 собрали и больше нет возможности собрать. Дом старый, и все вот такие пенсионеры, инвалиды, дети войны живут, старики вот все. И на лекарства у них очень много денег уходит, и возможности нет вот этот отремонтировать. Риск остаться без отопления предстоящей зимой у жителей дома номер один по улице Андереста Велик. На замену элеватора и порядка 20 метров подземного отопительного трубопровода надо найти 180 тысяч тенге. У инвалидов, пенсионеров и малообеспеченных граждан, проживающих в этом доме, таких денег нет. Горожанам ничего не остается делать, как с ужасом ждать наступления зимы. Все наши жители просим помощи у вас, чтобы с этим паровым отоплением что-то как-то решить, потому что мы сами не можем. Старые, больные, что с нас взять? И помирать не хочется. Ну вот и просим. А как прожили прошлую зиму? С трудом. Я два раза лежала в больнице до того, чтобы простывала дома. Одеты, спали в пальто, в сапогах, в униках, в чуниках всяких. Кто что мог одевал, тот так вот и спал. Холодно было. Как на улице, так и дома. Не дай бог, отопления не будет, ведь померзнет. А он у нас ходить не ходит, седьмой год лежит. Он не может встать там и лежит. И одеть его невозможно, потому что у него катетер стоит. Как его одеть? И вот мы вообще не знаем, что будем делать, если отопления не будет. Куда деваться нам? Представители государственного коммунального предприятия Куаджилу Орталык на удивление отреагировали мгновенно. Осмотрев объект, они приняли согласованное решение. Элеватор и тепломагистраль будут заменены в ближайшие дни. За работу и расходные материалы с местных жителей ничего не возьмут. А чтобы подобных проблем избежать в будущем, тепловики советуют горожанам воспользоваться услугами новой сервисной службы. В марте месяце по постановлению областного акимента открылся сервисная служба Куаджилу Орталык. Цель сервисной службы – это привести порядок именно внутридомовой системы отопления многоэтажных домов. Дело в том, что уже много лет именно система отопления внутридомовой системы уже устарела. Устарела и многие грязовики, элеваторные узлы, крыловые вентиля уже устарело. И тепло, которое предоставляет Куаджилу Орталык, не доходит до квартиры, до потребителя, до абонемента. По сути, сервисная служба проделает всю работу по устранению неполадок в отопительной системы в вашей квартире и на самом элеваторе. За это абоненты будут платить чуть больше шести тенге за квадратный метр ежемесячно. Но для начала необходимо заключить договор с сервисной службой. За такое предложение жители дома номер один проголосовали единогласно. Это значит, что риск остаться без тепла зимой у андресовцев практически свелся к нулю.